так всем доброго времени суток и сегодня значит я наконец-то сумел посмотреть видео стаса ай как просто она так и называется вилса запиздился вот и кстати высер такое постоянно у него происходит на канале что он какой-то создается впечатление словно он обижен на вилсаком а помните еще как хорошо у них все начиналось и явился приглашал ай как просто лучкова по моему и кого же он там еще а розетки вот тройку значит этом вот потом остался только по моему ай как просто и лучков вот и что у них там произошло какие терки между ними непонятно вот что стас теперь снимает ну лучков молчит ничего провел суньи не говорит там не это самое осталось постоянно высерки какие-то делает постоянно какие-то разоблачения там начинает рассказывать о том что вился там продажный хрен там он туда-сюда людей обманывает короче конкурсы какие-то проводят людям людям там что-то не дают вот и в общем всячески обманывает и вообще вился такой весь корыстный алчный ублюдок а остаться не при делах тем более что сасас постоянно рекламирует своих роликах тоже различные вещи значит и этих постоянно викингов которые уже блин просто достали эти викинги вот уже блин просто випец только там стасу завезли за эту рекламу неизвестно но в общем факт остается фактом он тоже рекламу крутит и наезжает на вился за то что он там продажный ну во первых есть и блин конкурсы проводят я как бы сам конкурсах никогда не участвую потому что знаю что это ну в основном это лохопучка вот и так как я какое-то отношение раньше имел к игровому бизнесу то с уверенностью могу сказать то что это блин лохотрон абсолютный то есть игровые автоматы никогда не дадут у себя обыграть то есть там даже есть специальные механизмы которые подкручивают вот чтобы он раз в определенное количество времени выдавал приз игровой автомат лохотрон то есть у него там допустим определенная сумма она собиралась вот она там системе подсчиталась и потом он какую-то там сумму то есть выдает типов типа в выигрыше то есть тысяча там игры сыграла у него допустим да и тысячные вот именно надо посчитать вот это все делаем и он выдает какой-то небольшой выигрыш чтобы ну как бы замануха да вот то есть это все абсолютно просчитано это все абсолютно там запрограммировано и случайных выигрышей там не бывает то есть постоянно то есть все значится накручивается и вот стас у нас поливает постоянно по моими вилсы но в принципе с одной стороны это как бы логично потому что вилс имеет очень большую аудиторию это очень большой канал и как бы хайпится на этом то есть в принципе как бы на ютубе в порядке вещей то есть с этим нет никаких значится проблем мы это все делают и собственно я так предполагаю что и это тоже является как бы фактором поносе явился то есть заработать себя популярностью но я так предполагаю что вниз произошли какие-то терки не знаю может юса не взял на работу ай как просто сказал ну чувак ты не подходишь недостаточно креативен туда-сюда и поэтому я вместо тебя возьму наташку шлягину и казакова вот и тут значит у него жестко бомбанула че как это шлягина отстой то вообще фуфил и мы помним все как он снимал видео про шлягину я в принципе сам тоже как бы к ней особых таких чувств не питаю человеческих вот принц она как бы симпатичная баба но блин она ну такая какая-то блин ну странная вообще хочется под их дать вот это шлягина и создает впечатление она даже какой-то веганши нездоровые там он что-то у него бывали у него такие ролики что знаете психоделические то есть явно у человека что-то в голове странное творится вот тот же казаков ну пока по поводу казакова ничего сказать не могу в принципе обычный чувак обычные влоги снимает то есть обзоры там все как бы ничего такого ну крутит рекламу на своих каналах ну и что с того но люди деньги зарабатывают тем более что как бы люди что же не тупые правильно они же там на рекламу особо то ну как сказать особо есть конечно ведутся на рекламу но есть и я вот как как я на просто я перематываю рекламу если мне не интересно не смотрю тело ролика то есть содержание то что мне нужно и я как бы на это не реагирую мне лично пофигу потому что я понимаю что это заработок для блогера это развитие для канала и это в первую очередь стимул для человека работать дальше делать обзоры на гаджеты там да какие-то вещи снимать там и так далее что-то там в чем-то разбираться что-то делать в общем творческую деятельность вести это нормально в принципе потому что ну как бы за бесплатно работать никто не будет а тут как бы стимуляция такая идет и люди как бы генерируют контент потому что без стимула никто этого делать не будет рано или поздно как бы энтузиазм он иссякает и как бы начинает перевешивать такая жизненная бытовуха то есть приходится выбирать или своей жизнью заниматься или блин ролики пилить для канала вот но если канал превращается в доход то тут как бы и азарт подымается и стимул появляется и тут как бы ты можешь отказаться от чего-то на стороне да и заниматься исключительно каналом потому что он кормит тебя кормит твою семью в общем-то и дает тебе возможность заниматься любимым делом и собственно блогеры вынуждены значится крутить стороннюю рекламу в своих роликах и это нормально так что высер ай как просто как бы кроме как по хайпится и может быть каких-то личных обид я не знаю давайте вместе с вами в комментариях порассуждаем чина чем там обидится мог вот и какие их там не завязочки были значит вот и кто кого на работу не взял и и так далее в общем теории разные в интернете ходят и в общем я тоже иногда слежу за событиями и просматриваю ролики и ай как просто и вилсакома хотя вилсакома особо принципе по этому поводу никак не высказывается то есть по моему было пару роликов но такие косвенные вот и он собственно их как-то не особо на них реагирует ну в принципе в общем-то ну правильное дело и чё на них реагирует тем более что даже если он начнет отвечать на все эти выпады вот и рассказывать кто их делает когда и зачем вот он будет создавать тоже какую-то популярность для этого человека то есть потому что какая-то чисто аудитории просмотров и так далее будет переходить к нему вот поэтому юса там собственно особо и не отвечает на вот эти вот выпады так что посмотрим что в будущем значится будет счетом какие новые события будут всплывать и может что-нибудь прояснится может быть когда-нибудь вилсаком соберется с силами значится и сформулирует что там какой-то лаконичный ролик и ответит на все наши вопросы почему ай как просто его поносит из-за чего вообще у них произошел весь этот ссор и будем ждать что может быть будущем наконец-то это видео появится так что такие делишки всем спасибо за просмотр подписывайся на канал ставим лайки комментирую видео всем пока